Инга Оболдина не скрывает, что авантюризм это семейная черта характера. Актриса не боится идти против системы и жить как хочется, чем часто вызывает недовольство коллег и поклонников. Оболдина всегда играет эмоциональных персонажей, по натуре такая же, а что с личным. Инга Оболдина родилась в городке Кыштым Челябинской области в не самой простой по советским меркам семье. Родители по образованию инженеры. В детстве Инга занималась в балетной студии в местном дворце культуры и тогда же начала мечтать о большой сцене. Родители поддержали Ингу в её стремлении и после школы она стала студенткой режиссёрского факультета Челябинского института культуры, после которого она планировала вернуться в родной город и ставить спектакли в местном театре. Вот только поездка в столицу и спектакль Вишнёвый сад радикально изменили её мечты и стремления. Поэтому Инга не раздумывая забрала документы и переехала в Москву. Сначала училась в школе студии МХАТ, потом перешла на курс Петра Фоменко в ГИТИС. Семейная жизнь актрисы началась ещё в Челябинском институте культуры, когда у неё закрутился бурный роман с однокурсником Гарольдом Стрелковым. Молодые люди вместе приехали покорять столицу, а вскоре поженились. Молодым приходилось не сладко. В начале семейной жизни они вместе ютились в коммуналке и считали копейки. Поскольку вступительный экзамен Аболдина пропустила, ей пришлось целый год перебиваться случайными заработками. Однажды, когда она работала в получила премию китайскими куклами, которыми и торговала перед большим театром. Но все испытания Инга вспоминала с юмором и оптимизмом. Нищета прошла, когда актриса начала активно сниматься в кино. К тому же муж почти сразу заявил о себе, как о талантливом режиссёре. Ему доверили поставить спектакли на нескольких театральных площадках. А вскоре он организовал собственный театр, Стрелков театр, где Инга многие годы была ведущей актрисой. Они были отличным творческим тандемом, но через 16 лет поняли, что отношения себя и жили. Детей в этом браке за долгие годы так и не случилось. Они расстались спокойно, без взаимных обид. Талантливая и самобытная актриса за несколько лет превратилась в настоящую звезду. Режиссёры наперебой предлагали ей роли в своих проектах, и Инга бралась за всё. Только в 2005 году вышло 4 картины с её участием. Можно лишь догадываться, когда Инга находила время на личную жизнь. Но в 2012 году, в возрасте 44 лет, она впервые решила стать мамой. Несмотря на интересное положение, актриса продолжала работать. Во время беременности Инга думала, что родив прекратит работать и полностью посвятит себя ребёнку. Но актриса, привыкшая жить на съёмочной площадке, недолго просидела в декрете. И оставив маленькую дочку на попечении няни, вскоре после рода вышла на работу. Отцом девочки является актёр Виталий Салтыков. Как признаётся в своих интервью актриса, сегодня она совершенно счастлива в личной жизни, несмотря на то, что с отцом своей дочери они так и не зарегистрировали официально свои отношения. Сегодня Инга Аболдина прекрасная мама и успешная актриса. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно.